Здравствуйте! Дорогие слушатели, сегодня наша тема – это идея в художественном произведении. Идея – это основная мысль, которая лежит в основе произведения. Любой художник, когда он пишет, он хочет передать свои мысли и взгляды через произведение своему читателю. Он хочет объяснить, что он думает о данном вопросе, который он ставил произведение. Другими словами, в любом литературном чексте всегда слышится авторский голос, авторская идея. Однако, эта идея раскрывается разным путем. Иногда и через поступки героя, иногда через сюжет, через композицию, через авторскую речь, через даже картину природы. Основные моменты нашей лекции таковы, что такое идея художественного произведения, разные способы раскрытия идеи, раскрытие идеи в чеховских рассказах «Смерть чиновника» и «Человек в футляре», как раскрывается идея романа Достоевского «Преступление и наказание» и, наконец, авторская идея и идея художественного произведения. Идея художественного произведения Идея художественного произведения – это главная мысль, которая лежит в основе чекста. Идея текста шире, чем авторская идея. Так как литература отражает жизнь, литературный текст, кроме авторской идеи, также отражает объективную идею, которая присутствует в жизни или действительности, независимо от автора. Автор хочет или не хочет, эта объективная идея всегда отражается в чексте. Разные способы раскрытия идеи. Для раскрытия идеи литературного текста автор применяет самые различные художественные средства. Главным образом идея раскрывается через образную систему. Через сюжет, через поступки героев, их разговор, через описание природы, через премие высказывания автора, разрешение главного конфликта и так далее. Раскрытие идеи в рассказе Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника». В рассказе Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника» идея произведения раскрывается главным образом через поступки маленького чиновника. Его рабские поступки и унизительная речь вызывают отрицательную реакцию и негодование читателей. Мы сразу видим, что этот человек не уважает себя, добровольно унижается перед генералом, перед большим человеком. Раскрытие идеи в романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». В романе Достоевского «Преступление и наказание» идея раскрывается через острый конфликт, который происходит в душе Расконникова между разумом и сердцем. После совершения двойного убийства этот конфликт приобретает такую напряженную форму и так мучает героя, что он почти с ума сходит. Главная идея романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Идея романа Достоевского «Преступление и наказание» такова. Разум человека настолько слабый и человеческие проблемы такие сложные, запутанные, бесчисленные, что нельзя решить эти проблемы при помощи разума. Расконников пытался это сделать и получил жестокое нравственное или моральное наказание. Нравственное наказание с точки зрения Достоевского является значительно страшнее, чем физическое наказание. Расконников пытался это сделать и получил жестокое нравственное, чем физическое наказание. Еще в другом рассказе Антона Павловича Чехова «Человек-футляре» Футлярное существование Беликова раскрывается не только через его патриот, но также через его мысли, действия и поступки. В чеховском рассказе подчеркивается, что внешний футляр героя Беликова, его зонтик, колёши, чёмные очки, хотя смешной, но не такой вредный, не такой опасный, не такой страшный, который беспокоит нас. Своими футлярными соображениями, мыслями, действиями Беликов, мешал жить окружающим его людям. Образ главного героя рассказа Антона Павловича Чехова «Человек-футляре» Беликова. Беликов любил жить в футляре, потому что действительность раздражала его. Каждое новое явление пугало его, когда городы открыли драматический кружок или библиотеку, он был недоволен и говорил, да, как бы чего не вышло. Но Беликов с своими футлярными соображениями давил всех, мучил других. Повествователь Иван Иванович Буркин о Беликове, главном герое рассказа Чехова «Человек-футляре». По словам Ивана Ивановича Буркина, повествователя этого рассказа, «Под влиянием таких людей, как Беликов, в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать другим, учить грамоты». «Жизнь не изменилась в городе после смерти Беликова». В финале или в развязке рассказа говорится, что после смерти Беликова, хотя все думали, что жизнь в городе изменится, но она не изменилась. Это потому, что умер только один Беликов. А сколько еще таких человеков в футляре осталось? Сколько их еще будет? В рассказе Антона Павловича Чехова «Человек-футляре» Основная идея раскрывается через картину «Природы», которая описывается в конце рассказа. Рассказав историю Беликова, повествователь Иван Иванович Буркин выходит из сарая, и тут автор описывает прекрасную картину «Лунной ночи». Эта картина имеет символическое значение и передает главную мысль этого рассказа. Чехов как будто хочет сказать через эту картину «Природы», что если природа такая красивая, очаровательная, рядом должна быть и прекрасная, разумная жизнь. Однако, как плохо, как скучно мы живем. Органическая связь между главной идеей и второсипедными идеями. Кроме главной идеей, в художественном произведении могут присутствовать и другие частные или второсипедные идеи. Частные идеи обычно дополняют главную идею, и они вместе, главная и частные идеи, образуют идейное содержание произведения, его идейный смысл. Авторская идея, художественное произведение. Однако, идея художественного произведения и идея автора, они разные вещи. Авторская идея, это та идея, которую он хочет передать своему читателю через свое произведение. Это его основной вывод, который он сделал на основе изображенного материала, из которым он хочет поделиться со своими читателями. Основные средства передачи главной идеей автора. Для передачи своей идеи автор применяет различные художественные средства, сюжет, композиция, система образов, пейзаж и так далее. Идея художественного чекста имеет другое значение. Это та идея, которая объективно вытекает из самого содержания литературного чекста, независимо от авторской позиции. Теория Расконникова, героя романа Достоевского «Преступление и наказание». В романе «Преступление и наказание» Достоевского автор очень критически относится к своему герою. Автор разоблачает антигуманный характер теории своего героя. По теории Расконникова, человечество делится на два разряда. Разряд обыкновенных людей и разряд необыкновенных людей. Люди первого разряда, то есть обыкновенные люди, это, по словам Расконникова, есть материал. Говорят вообще, люди по натуре свои консервативные, чинные, живут послушанные и любят быть послушными. Люди второго разряда, то есть необыкновенные люди, двигают мир вперед. Люди, которые произносят новое слово, открывают новую дорогу, по которой шагают обыкновенные люди потом. Необыкновенные люди имеют право переступить закон. Необыкновенные люди, если это требуется для улучшения жизни многих людей, имеют право переступить закон. Преодолеть препятствия, которые стоят перед ними, для осуществления своей цели. По мнению Родина Расконникова, история человечества оправдывает его теорию. Так как все законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая ликургами, салонами, магометами, наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже чем одним, что давая новый закон, чем самым нарушали древний. Герой романа Достоевского «Преступление и наказание» Расконников хотел узнать о себе. Расконников хотел узнать, кто он, к какому разряду он принадлежит. Для проверки своей теории он решил убить одну злую пространство, взять ее деньги и помочь другим. Старуха была вредная, злая, эксплуатировала других, приносила несчастье в жизни многих. Расконников думал, что убивая старуху, он не будет испытывать страдания, потому что это делается для осуществления хорошей идеи. И вот однажды вечером Расконников убил эту старуху. Но он не только убил ее, он убил ее сестру, так как она вошла в квартиру, когда мертвое тело старухи лежало на полу. Значит, Расконников совершил не одно убийство, а двойное убийство. Нравственное мучение Радиона Расконникова после убийства. После убийства Радион Расконников начинает мучительно страдать, переживает духовный кризис. Совесть постоянно мучает его. Он никак не может забыть, что в его руках человеческая кровь. После убийства Расконников ушел от людского общества. Ушел от родных, от матери, от сестры. Он не может встретиться с ними. Это было невыносимое страдание. Характер Расконникова. Характер героя романа Расконникова таким образом исключительно противоречивый. По натуре он очень чувствительный и добрый человек. Хотя он бедный, но готов отдать свою последнюю копейку, чтобы помочь другому. Расконников очень переживает, когда страдает другой человек. В другой стороне у него такая бесчеловечная теория, по которой разрешается убийство. По словам его друга Разумихина, в нем живет два человека. Двойственность характера Расконникова передается через его фамилию Расконников от слова Раскон. Противоречия в характере Расконникова. Противоречия в его характере также отражаются в остром напряженном конфликте, который постоянно происходит в его душе после совершения двойного убийства. Это конфликт между разумом и сердцем человека. Разум говорит Расконникову, что твоя теория правильная. Вся история человечества доказывает правоту твоей теории. А сердце говорит ему, что нельзя нарушить Божий закон, нельзя убить другого человека. В результате этого напряженного конфликта он мутительно страдает. И Расконников пришел к выводу, что он принадлежит к разряду обыкновенных людей. Он не Наполеон, а вор. Его теория правильная, но он оказался слабым. Такое осознание увеличивает его страдания. Соня Манмеладова идеологический персонаж Романа Достоевского «Преступление и наказание». В романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», хотя главным персонажем является Родион Расконников и сюжет развивается вокруг него, Идеологическим персонажем в этом романе является Соня Манмеладова. Идеологический образ литературного произведения – это тот образ, который выражает идеологию автора. Соня Манмеладова – это символ самопожертвования. Когда ей было только семнадцать лет, она пошла по желтому билету для того, чтобы спасти голодных детей своей матихи. Она живет и действует по законам совести, по законам сердца. Расконников нарушил Божий закон. Соня Манмеладова ужаснулась, когда Родион Расконников сказал ей, что это он, который убил старуху и ее сестру. Но потом ей была страшно жалко Расконникова. Она понимала душевное состояние Расконникова, понимала, как тяжело ему жить теперь. Страдание Расконникова мучит ее. И она говорит ему, чтобы он признал свой грек. По мнению Сони, Расконников виноват не только перед Богом, но и перед людьми. Убивая старуху и ее сестру, он не только нарушил Божий закон, но и принципы общественной жизни. И, наконец, Расконников под влиянием Сони, чтобы облегчить свое невыносимое духовное мучение, пошел в полицейский контор и признал свою вину. Идея Достоевского. Через образ Сони Достоевский хочет сказать, Человеческие проблемы такие сложные, а разум человека такой слабый, что невозможно решить их по законам разума, по законам арифметики. Надо жить по законам совести. Надо слушать ее голос. По мнению Достоевского, если человек игнорирует голос совести и начинает действовать по законам арифметики, как это делал Расконников, совесть заставляет его мучиться рано или поздно. Итак, идея — это основная мысль, которая лежит в основе произведения и раскрывается различным путем. Идея иногда раскрывается через поступки героя. Например, в рассказе Чехова «Смерть чиновника» рабская психология героя раскрывается через его поступки. В романе Достоевского «Преступленные наказания» идея раскрывается через острый конфликт, конфликт, который происходит в душе Расконникова, конфликт между разумом и сердцем человека. Идея в рассказе Чехова «Человек-футляре» раскрывается через описание внешности Беликова, через его мысли, через его футлярные соображения. Однако, надо иметь в виду, что идея автора и идея художественного произведения — они разные вещи. Идея произведения всегда шире, чем авторская идея. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...